Свинка Пеппа! Сорфинг! Пеппа на каникулах в домике дуру Кайли. Что мы будем делать сегодня, Кайли? Едем на пляж. Ура! Обожаю пляж! Все готовы? Да! Тогда поехали! Это пляж. Надо же! Смотрите, море, волны! Да, чтобы купаться, вам нужны спасательные жилеты. Папа, можно нам покататься на сёрфе? Конечно, можно. Что это? Это доска для сёрфинга. А как кататься? Ложись на неё, волны сами тебя понесут. Давай, Пеппа, я тебя научу! Ты знаешь, плыть легко, потому что доска не тонет. Самое сложное – поймать волну. На старт! Внимание! Марш, Пеппа! Кайли несёт большая волна. Не пропусти следующую, Пеппа! На старт! Внимание! Марш! Здорово, да? Да, чудесно! Сёрфинг – это так здорово! Верно. Сёрфинг – это очень здорово. На старт! Внимание! Марш! Джордж тоже хочет покататься на сёрфе. Нет, Джордж, ты ещё маленький для сёрфинга. О! Волны слишком большие для Кайли и Пеппы. А не пора ли домой? Ну что вы, это же отличные волны для взрослых! Ура! 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 У-ху! 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 Здорово! Здорово! Вот это сёрфинг! У-ху! Это потрясающие волны! На! Кайли, где твой братик? Он там, с мамой. Тебе весело, Джои? Ха-ха-ха! Теперь ваша очередь. Спасибо, я лучше посмотрю. Может, прокатитесь, мистер Свин? Конечно, это же так весело! Ой, волны больше нет. Жаль, мистер Свин. Вам сегодня не удалось прокатиться. Ох, как жаль. Зато теперь Джордж может пойти побултыхаться в воде. Я иду с тобой, Джордж! Хе-хе-хе-хе! Сёрфинга не будет, но зато я тебя прокачу! Джордж любит кататься на папе-свиньях. Смотрите, какая волна! Надо же! Большая какая! Папа! Там большая волна! 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 Они хотят, чтобы мы им помахали, Джордж. Мы здесь! Хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Мама, мне понравилось кататься на серфе Да, какие восхитительные каникулы Ну так, что у нас на завтра? А вы побудете у нас еще? Да хоть всю жизнь К сожалению, мне нужно завтра идти на работу Они тоже могут пойти Ладно, тогда, наверное, мы... Ура! Пеппа отлично проводит время с кингером Кайли Свинка Пеппа Катание на лодке Пеппа и ее семья приехали на озеро покататься на лодке Лодки, лодки, берите лодки на прокат Какие лодки у вас есть, мисс Кролик? Есть каноэ У-у-у, возьмем каноэ Хм, на каноэ нужно грести, это тяжело У меня есть парусные лодки Да, но плавать под парусом довольно сложно И есть катамараны По-моему, приятно и удобно Да, их двигает большое колесо с лопастями Возьмем катамаран Когда я позвоню в колокольчик Вам пора возвращаться Приятного катания Он не двигается? Нет Как завести двигатель? Ха-ха Двигатель – это вы, папа-свин Нужно крутить педали А, понятно Поехали Это же велосипед на воде На катамаране по озеру катаемся Двигатель наш, папа, надеюсь, не сломается Ха-ха Вот слоненок Эмили и ее семья Здравствуйте, мисс Кролик Нам каноэ, пожалуйста Конечно Семья слонов любит каноэ Весла готовы? Да, папа-слон Поехали Приветствую, мисс Кролик Это песик Дэнни и его папа-капитан-пес Нам лодку, пожалуйста Конечно У меня есть каноэ, парусные лодки и катамараны Я проплыл вокруг света не для того, чтобы тащиться на катамаране Мы возьмем парусную лодку Вы умеете ей управлять? Умею ли я управлять? Я капитан-пес Плывем, Дэнни Все на борт Полный вперед Есть, капитан-папа Привет Мы под парусом Мы на каноэ А мы крутим педали Смотрите, остров Мы можем устроить там пикник Ура! Ой Остров слишком маленький для нашего пикника Мы можем устроить пикник на лодках Кому сэндвич? Мне, пожалуйста Вот вам хлеб, миссисутка Миссисутка любит пикники Все любят пикники Лодки один, два и три Время вышло Один, два, три Это мы Посмотрим, кто вернется первым Устроим состязание Да! Крути педали быстрее, папа! Я не могу крутить их быстрее О, папа-свин Я буду крутить Быстрее, мама! Это тяжелая работа, правда? Ага! Нас отнесет обратно ветер, Дэнни Ой Что такое? Похоже, ветер стих Без ветра парусная лодка не может плыть Придется ждать, пока ветер снова поднимется И долго нужно ждать? Не знаю Может и недели А нельзя завести мотор? Хо-хо! На парусных лодках мотора нет, Дэнни Ой! У этой лодки есть мотор Полный вперед! Эмили и ее семья впереди Крути быстрее, мама! Мы выиграем гонку! Это Дэнни и капитан-пес Ура! Мы выиграли! Я так устала В следующий раз возьмем парусную лодку Да, на парусной лодке есть мотор Папа! До встречи, Дэнни! Я решил снова плыть вокруг света Но ты ведь сказал, что останешься дома Ах, да! Я больше совсем не моряк Но мне нравится плавать в лодке по озеру Всем нравится плавать в лодке по озеру Чвенка, Попа! Большой барьерный риф Пепа на каникулах в Австралии гостит в доме кенгуру Кайли Мне так нравится у тебя, Кайли! Да, я бы тут навсегда остался Нам приятно, что вы у нас гостите Но мне завтра на работу А кем вы работаете, миссис Кенгуру? Я работаю морским биологом Что это такое? Я изучаю морских животных, вроде этих рыбок Ооо, аквариум! Рыбки, которых я изучаю, живут не в аквариуме, а в море У рыбок в море тоже есть мостики, под которыми они проплывают? И сокровища, с которыми можно поиграть? Нет, Пепа Обычно все это кладут в аквариум люди Хотите посмотреть, где я работаю? Да, конечно! Я была на работе у папы Там есть телефон, много бумаги и цветные карандаши Очень милый офис Надеюсь, мой офис тебе тоже понравится А вот и мой офис Где? Вот, Пепа, это море У меня самый лучший офис в мире Но разве можно работать в море? В этой подводной лодке Хотите прокатиться? Да, конечно! Хорошо, заходим Надо же! Здесь все цвета радуги! Это кораллы Кораллы – это такие маленькие существа Кораллы тянутся на много-много миль Мы это называем большим барьерным рифом Моя задача – сохранить кораллы Можно взять кусочек коралла домой? Извини, Пепа Можно смотреть, но трогать нельзя А если бы каждый взял по кусочку коралла домой? Тогда кораллов бы не осталось Мы никогда не должны ничего отсюда забирать домой Ой, смотрите, маленькие рыбки Это рыбки-клоуны Рыбки-клоуны? Хе-хе-хе Они смешно выглядят Посмотрите туда Большая осенняя морская звезда А тут маленькая красная И зеленая с колючками Что это? Это морская черепаха О-о-о-о Здравствуйте, миссис черепаха Как поживаете? Хе-хе-хе Видишь, как мне повезло С моей удивительной работой, Пепа Хе-хе-хе Смотрите, мостик как в вашем аквариуме Хе-хе Ты права, Пепа Очень похоже на аквариум Только там нет сундука с сокровищами Хе-хе-хе Что ты увидел, Джордж? Похоже на сундук С золотыми монетами О-о-о Джордж нашел сундук с сокровищами Видишь, Папа Здесь все как в аквариуме Э-э-э Да Это сокровище, наверное, стоит целое состояние Мне кажется, я смогу его забрать Но бы же сказали, что отсюда ничего забирать нельзя Я говорила только о живой природе Верно А это золото не отсюда Его надо убрать Оно пойдет на доброе дело Да Например, на дальнейшее исследование океана Ура! Мы сегодня отлично поработали в офисе Мы видели кораллы, рыбок и черепаху Замечательный отпуск Не хочу, чтобы он заканчивался Но вы ведь скоро уедете Хотя можете оставаться сколько захотите Спасибо, миссис Кенгуру Это самые лучшие каникулы Пеппа отлично проводит время в гостях у Кенгуру Кайли Свинка Пеппа Мистер Бык в посудной лапке Пеппа и ее семья едут кататься Я люблю нашу машину И наша машина тоже нас любит, правда? Стой! Это мистер Бык и его друзья Копать! Копать! Джордж любит копать Здравствуйте, мистер Бык Что случилось? Мы раскапываем дорогу Это надолго? Мы будем работать столько, сколько понадобится Быстро! Ломайте эту старую трубу Мистер Бык хорошо умеет ломать Ух ты! Завтрак! Ну вот Теперь нам придется ждать еще дольше Присоединяйтесь к нам, мама-свинка Чая у нас на всех хватит Это было бы чудесно Спасибо, мистер Бык У вас красивый чайник, мистер Бык Да, Пепа Он сделан из тонкого фарфора Мистер Бык любит тонкий фарфор С фарфором нужно обращаться очень-очень осторожно Почему? Потому что фарфор очень легко бьется Поэтому я всегда... Ну вот, мистер Бык разбил чайник в дребезги О, нет! Я поставил его слишком резко Сам не знаю свою силу Мы его починим, Бас У меня есть цемент А у меня пистолет для заклепок Это не годится, ребята Я знаю, у мисс Кролик магазин фарфора Она починит чайник Хорошая идея, мама-свинка Едем прямо сейчас Можно мне с вами? Все поедем Мистер Бык едет в магазин посуды Это магазин посуды, мисс Кролик Приехали! Здравствуйте, чем могу помочь? Ну? А-а-а! Можем помочь? Конечно, Пеппа! Хе-хе-хе-хе-хе! Ой, эти осколки подходят друг к другу Склейка чайника похожа на головоломку Молодец, Пеппа! Я склею их Хе-хе-хе-хе! Джордж тоже нашел два подходящих осколка Молодец, Джордж! Хе-хе-хе-хе-хе! Почти закончили Это крышка Остался только этот странный кусок Куда его приклеить? Хе-хе-хе-хе! Это же ручка чайника, мисс Кролик! Ой, правда, я не очень хорошо умею чинить чайники Он как новенький! Осторожно, не разбейте его снова Хо-хо! Я очень хорошо умею разбивать! А-а-а! Фу! Молодец, Пеппа! Спасибо, что починили мой чайник, мисс Кролик! Не за что, мистер Бык! Ох! Смотрите, босс! Выбоина! На дороге небольшая ямка Прямо перед магазином мисс Кролик! Что скажете, ребята? Мы можем оставить яму у магазина мисс Кролик? Нет! Вы починили мой чайник, а я починю вашу дорогу! Это не моя дорога Мистер Бык, как вы заделаете эту ямку? Мы раскопаем дорогу! Мистер Бык раскапывает дорогу! Ха-ха-ха! Мистер Бык любит раскапывать дорогу! Все любят раскапывать дорогу! Ха-ха-ха! 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 Свинка Пеппа! Бумеранг! Каникулы Пеппа у Кенгуру Кайли подошли к концерту! Ха-ха-ха! Дети, поиграйте в саду, пока мы собираем вещи! Хорошо, мама! Это самые лучшие каникулы! Я рада, что ты у нас погостила, Пеппа! Мне так не хочется уезжать домой! Не грусти! Я приготовила тебе подарок! Оу! Это банан? Нет! Динозавр? Нет! Это какая-то вещь! Да! Но это не простая вещь! Это бумеранг! Бумеранг? Бумеранг – это особенная вещь! Их используют с древних времен! Надо же! Спасибо, Кайли! А что с ним делать-то? С ним играют! Как с мечом? Вроде того! Но когда кидаешь бумеранг, он к тебе возвращается! Не может быть! Я же сказала, что не может быть! Надо бросить сильнее! Джордж, попробуй ты! Ой! Не получилось! Ты неправильно бросаешь! Надо бросить очень сильно! Вот так сильно! Берегитесь! Ха! Получилось! Бумеранг вернулся к Пеппе! Что это было? Это бумеранг, папа! А-а-а! Да! Надо бросить очень сильно! Тогда он вернется! Дайте я покажу, мистер Свин! Вы готовы? Один, два, три! Кидаю! Ну и когда он вернется? Будьте внимательны, дети! Этот бумеранг может быть везде! Кажется, мы его нашли! Здравствуйте! Это мистер Валаби, сосед! Здравствуйте, мистер Валаби! Я учил детишек кидать бумеранг! Э-э-э, простите меня за окно! Ничего страшного! Подумаешь, разбитое окно! Мы же друзья! Ха-ха-ха-ха! Мистер Валаби очень добрый сосед! Только чтобы это больше не повторялось! Спасибо! Я уже говорил! Когда бросаешь бумеранг, его надо бросить сильно! Что, вот так? Именно, папа! Он возвращается! А вот и он! Вот и он! Ловите, мистер Свин! А-а-а! Не смог! А-а-а! О-о-о! Нет! Бумеранг разбил другое окно! Ну, нам лучше, наверное, уйти, пока у вас есть еще целые окна! Э-э-э, нет! Не уходите, пока я сам не попробую! Позвольте, я покажу вашему гостю, как надо бросать бумеранг! Спасибо, мистер Валаби! А-а-а! Не за что! Для чего еще нужны соседи? Хе-хе-хе-хе-хе! Хитрость в том, что бумеранг надо бросать прямее! Вот так! О-о-о! Хорошо, хорошо, хороший бросок! Вот он! Хорошо! Он кажется... О-о-о, нет! Ловите его! Только не это! Бумеранг разбил еще одно окно! Ну, вот, теперь нам точно пора уходить! Вам помочь починить окна? Э-э-э, да ничего страшного! На этот раз я сам виноват! Мистер Валаби действительно очень хороший сосед! До встречи! Пока! До свидания! Хе-хе-хе! Где вы были так долго? Да, так, бросали бумеранг! Просто... У мистера Валаби разбились все окна! Мы отлично повеселились, да, дети? Да! Здорово, что ты приехала в гости, Пеппа! Нам тоже понравилось! Да, Джордж? Пеппа, не забудь подарок! Ах, да! Бумеранг! Спасибо! Возвращайтесь к нам! Да, точно! Как бумеранг! Хе-хе-хе! Пеппа отлично провела каникулы у кенгуру Кайли! Свинка, Пеппа! Фрукты! В магазине День фруктов! Смотрите, это мистер Картошка! Миссис Морковка! А это Клюковка и малыш Росток! Хе-хе-хе! Яблоки, апельсины, груша, банана, ананас! В день по пять фруктов съедайте! Это полезно для вас! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Добро пожаловать на День фруктов, где магия фруктов никогда не кончается! Ого! Столько фруктов! Здравствуй, Пеппа! Здравствуйте! Мы выбираем наши любимые фрукты! А что любишь ты? Эмм... Я люблю яблоки! Я апельсины! Я люблю бананы! А я морковку! Морковка – это не фрукт! О! Морковка – это овощ! Эдмонд немного всезнайка! А какой твой любимый фрукт, Джордж? Бананы? Или апельсины? Джордж больше всего любит клубнику! Клубика! Джордж любит клубнику! Смузи! Покупайте фруктовый смузи! Здравствуйте, мисс Кролик! Что такое смузи? Это напиток из фруктов! Хочешь? Да, пожалуйста! Можно мне смузи с яблоком? Можно! Но в смузи может быть много разных фруктов! Ладно! Яблоко, малину, банан и еще яблоко! И яблочно-малиново-банановый смузи с яблоком! Ммм! Очень вкусно! Можно мне смузи, пожалуйста? Мне тоже! И мне! Конечно! Какие фрукты положить в твой смузи? Ээээ... Я не знаю! Фрукты могут быть любые, Педро! Ладно! Сыр, пожалуйста! Педро! Сыр – это вовсе не фрукт! Нужно брать фрукты или овощи! Понял! Малину, чернику, ежевику и крыжовник! Это другое дело! Итак, малиново-чернично-ежевично-крыжовины! Сыр – это вовсе не фрукты! Сыр – это вовсе не фрукты! Может, тебе клубнику и ананас, Джордж? Нет! Может, Джорджу понравится сок динозавра? Сок динозавра? Да! Все динозавры любят сок динозавра! Ха-ха-ха! Динозавр! Посмотрим! Кусок этого, эту одну, пару этих, немного того! Один сок динозавра только для динозавров! И их маленьких друзей! Хе-хе-хе! Динозавр! А можно и мне сок динозавра, мисс Кролик? И мне! И мне! И мне! Хорошо! Сок динозавра для всех! Ну вот! Что такое, мисс Кролик? Я забыла, что я положила в сок динозавра! Ой! Я могу сказать, что в нем было! Правда? Как? По запаху! У лисенка Фредди очень хороший нюх! Хм! Здесь один банан! Один банан! Три... Нет, четыре клубники! Пять вишен! Клубника! Вишни! Один персик! Пол ананаса! Ломтик дыни! И что-то еще! Что же это? Морковка? Да! Морковка! Ура! Сок динозавра для всех! Скажите, вам нравится День фруктов? Да! Мы любим фрукты и морковку! Все любят фрукты и морковку! Свинка Пеппа! Воздушный шарик Джорджа! Пеппа и Джордж провели день с бабушкой и дедушкой-свином! Мороженое! Это лоток с мороженым, мисс Кролик! Давайте возьмем мороженого! А что? Мы его заслужили! Здравствуйте! Здравствуйте, мисс Кролик! Четыре порции, пожалуйста! Сейчас-сейчас! Какие вам сорта? Мне клубничное, пожалуйста! А мне шоколадное! А мне банановое! Динозавр! Р-р-р! Хо-хо! Вряд ли у них есть динозавровое мороженое! Думаю, Джордж хочет воздушный шар динозавра! Ты разве не хочешь мороженое, Джордж? Нет! Динозавр! Хо-хо! Сколько стоит этот шарик? Десять долларов! Десять долларов! Это же для доброго дела! Возьми, Джордж! Держи крепче! Не упусти! Джордж упустил шарик! А-а-а! Лучше я подержу этот очень ценный шарик по дороге домой! Джорджу нравится воздушный шар динозавр! Р-р-р-р! Хе-хе-хе-хе-хе! Пепп и Джордж вернулись домой к бабушке и дедушке-свину! Хе-хе-хе-хе! Р-р-р! На этот раз держи его крепче, Джордж! Не отпускай! Почему? Ну, Джордж... На свете есть два вида шаров! Те, что летят вверх, и те, что вниз! Этот шар летит вверх! Если ты отпустишь его, он полетит все выше и выше до самой луны! Луна! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ах, поймал! Пойдем в дом, пока мы не потеряли твой шарик, Джордж! Здесь твой шарик будет в безопасности! Здравствуй, Полли! У Джорджа новый шарик! А-а-а-а-а-а-а! Шарик! Не проткни его, Полли! Джорджу нравится этот шарик! Ха-ха-ха-ха-ха-а! Ой! Джордж опять упустил свой шарик! Не бойся, Джордж! Он не улетит! Ему мешает крыша! Ой! Он вылетел в дверь! Он летит вверх по лестнице! Он летит на чердак! Ничего! С чердака есть только один выход! Через окно на крыше! А оно всегда закрыто! Ну вот! Окно на крыше не закрыто! Лови его, дедушка! Не могу, Пеппа! Он высоко! Джордж, твой шарик летит прямо на луну! Ты больше его не увидишь! Папа-свин приехал забрать Пеппу и Джорджа домой! Привет! Вы хорошо провели день? А-а-а-а! Э-э-э-э-э! Э-э-э-э! Мы купили Джорджу воздушный шар динозавра! А Джордж упустил его! И он летит прямо на луну! Должен быть какой-то способ вернуть его! А-а-а-а! Шарик! Смотрите! Попугай Полли летит за шариком! Попугай Полли приходит на помощь! Быстрее, Полли! Быстрее! Попугай Полли спасла воздушный шар Джорджа! Ура! Кто у нас умная Полли? Кто у нас умная Полли? Джордж, не отпускай больше свой шарик! Придумал! Мы привяжем шарик к твоему запястью! Отличная мысль! Джорджу нравится его воздушный шар! Всем нравится воздушный шар Джорджа! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...